глава пикудей последняя глава книга шамот это завершает этого великая книга это называется шаббат хазак и тоже суд этого глава закончит процесс стройка храма делать все одежды которые нужны для певи священник и все что написано глава труматы цаве все заповеди как это надо инструкция как надо должны это делать мы считаем сейчас конце как они все сделал кашет сива шемотоков священник заповедовал так они все сделали и потом написано это в ближе конца уже перед мем вот глава 40 глава 17 послуг и принесли и в этот день это первый день чтобы башана шинита второй год глава вместе с ниссан пиви дэнсан вот поднял мишка хотя здесь не написано подробно это уже в глава шмине и будем еще читает а это глава цави глава шмине как на самом деле все не готовы к этого потом восьмой день башни вот это же наш восьмой день между кола расходишь пиви дэнсан когда они построили поднял это мишка здесь интересно раньше и комментировать это на самом деле слова наши мудрецы написано моши по йогам моши это мышка моши поднимает сама храма мы знаем что храм был построен через балки крошим много вот с одну сторону другой сон и третью сторону и этого моши это делать и написано мидраж ваши переводы часы это мидраж что каждый сделал что-то для мишка на моши что сделал моши собрал все определит определяет нов но физически участие поднято это храм он и сделал и теперь все же говорит ты будешь тот который на самом деле строит этого храма все сделано но хоть стройка храм сама храма ты будешь это делать и поэтому описано моши самбо йогам мишка но раньше приводит еще что моши когда видела балки они высокие очень большие балки и он поднимает и хочет поднимает это балки соединить это сложная структура он говорит свежий даже я но сильный человек но я не могу и свежего ничего ты начинать начинает главное начинает вот вот двери подвинете этого балки и вдруг они начали стоят и наши стоят на место на их местах и вот храм стоит как будто моши поднимает но на самом деле это был чудесный подъем чудесный подъем мишка но может что-то делать и похоже на то что он поднимает интересный аллогический аллогический взгляд к этой истории и на самом деле есть даже которые хотят говорить что то что моши поднимает эти балки это не называется стройка например шаббат нельзя строить это одно из 39 действий в шаббат есть которые говорят что поскольку моши сам не поднимал это всевышний тело только похоже на то что он делал тогда возможно что в этот не включается сама нарушение если было бы шаббат почему они это делают почему они говорят потому что написано как мы поменяли глава царь что каждый день все мне до расходишь ниссан каждый день так написано там в мидраше что каждый моши поднимает и разбирает поднимает разбирать каждый день до 8 день 8 день поднимает и так стоит если так тогда это считается стройка который не состоится даже 24 часа может не называется стройка а если другой который говорит нет это семь дней включает шаббат а шаббат как он это сделал может быть потому что это не был 24 часа или потому что всевышний его помогал это не называется стройка это сложно понять, потому что мы понимаем, мы знаем, что мы учимся все 39 действий в Шаббат, то, что нам нельзя делать в Шаббат, и то, что было в Мишкан. А если сама стройка не называется стройкой, потому что никогда не сделала сама Всевышний-то сделать, как мы можем отсюда учить, что нельзя строить в Шаббат? Есть какие-то другие ответы. Но, я слышал очень красивое объяснение от Равин Срули Борнштейн из Лейквуд, Нью-Джерси. Он говорил следующее. Если известная Гмара, Гмара говорит, что Тора услабляет человека. Почему называется Тора Тушия? Это посылка Тора. Почему называют пророку Тушия? Потому что Тора ослабляет, мы все знаем, есть известная история Рейш Локиш, который был главным бандитом. Потом, когда он принял на себя Тора, ярмот Торы, тогда он уже не мог плавать то, что он плавал 5 минут до этого. Есть известное доказательство Гетоши. Тора услабляет человека. Но есть вторая сторона. Миша, например, в трактатах говорит, что Тора дает силу человека. Наоборот, то есть не услабляет человека, а наоборот, дает силу человека. А как мы это понимаем? Тора ослабляет силу человека. И он говорил, что именно был большой раввин в Будапеште до войны. И после войны он был в Америке рабьёнисом Штайф. И он говорил, что он слышал от своего учителя. Кто бы его учител? Его учител был внук Хатам Софера. Он писал книгу, которая называется Шевет Софер. И он говорил, что мой ребер, автор книга Шевет Софер, объясняет следующее. Он говорит, что не то, что человек станет слабее, не то, что когда человек начинает учить Тора, он говорит, что нет, Торы дают силу, наоборот. Что это значит, снимает силу человека? Когда человек начинает учить Тора, он понимает, что это всё Всевышнее. Всё, что человек делает, он думает, что я что-то сделал. Достижание, моё достижание. Стройка, моя стройка. Я что-то строю. Когда человек больше и больше учит Тора, больше понимает, что человек сам ничего делает. И всё, что человек начинает делать, и видно, и как будет, то он это делает. Всё Всевышнее сделать. Да, требуется от человека участие, он должен что-то участвовать, он должен начинать что-то делать. Но на самом деле, кто дает успеха человеку, достижение человека, это все Всевышнее дело. Тора снимает силу от человека, что человек не говорит, это моя сила, я это сделал, как по сути говорит страшную по сути, когда человек скажет, что это мою силу, это наша вот великая армия, которая по этим победам это ничего не тебя, это ничего не ты, ты ничего не делаешь, ты просто поднимаешь оружие, а Всевышний все делает. Это что называется, это то, что глубокое понимание, когда Гмара говорит, что Тор услабляет человека, имеется в виду, снимает от него понимание, вот это мировоззрение, что он сделает его силу, это не его силу, снимает силу от него, но конечно, конечно он не становится более силой и более слабой, поэтому говорит рабом что возможно то, что есть происходит, конечно Всевышний помогал Моша, без Всевышнего Моша не может поднимать, но это называется стройка, то, что человек делает максимум, он хотел строить и он строит, и кто, который смотрит, видит, что Моша обменю, поднимает, Моша сам знает, он прекрасно знает, что он ничего делает, он не может, физически не может, он знает, что Всевышний делает, но все равно это называется стройка, потому что любое действие, любая стройка, даже когда на самом деле человек станет кирпич, кирпич, и еще кирпич, и еще кирпич строит, он, вау, я построил это, ты ничего не строил. Как же Мошарабейн не мог строить этого балки без помощи Всевышней? То, что мы учим из этой главы. То, что было мешкан, построено мешкан, великий мешкан, и все говорят, о, он это строил, он строил, Моша знает прекрасно, что он это не строил, Моша знает, что он только делает максимум, что он может делать, и Всевышний его помогает, и это урок, что каждый раз это так, и каждый достижение человека, каждый то, что успех от человека, это не от него, это потому, что Всевышний это делает ему. Шаба шалом. Дорогие друзья, не забудьте подписываться на наш канал, subscribe, пожалуйста, нажмите, ставьте лайк, подписывайтесь, спасибо большое, шаба шалом. Спасибо.